В России за месяц арестовали как минимум четырех генералов и одного высокопоставленного чиновника Минобороны. Официально одних подозревают в получении взяток на десятки миллионов рублей, других в мошенничестве. Но наблюдатели говорят, это не столько борьба с коррупцией, как чистки, которых в Минобороны еще никогда не было. Что на самом деле происходит в военном ведомстве? Даже в Госдуме не до конца понимают или делают вид, что не понимают. Спикер Кремля Дмитрий Песков, происходящий в Минобороны, прокомментировал в общих словах. Мол, ничего удивительного, эта работа ведется постоянно. Борьба с коррупцией – это последовательная работа, это не компания, это постоянная продолжающаяся работа. Это составная часть, собственно, деятельности наших правоохранительных органов. Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства или будь то муниципальный уровень. По деталям я ничего не могу сказать, мы не имеем на это полномочия. Почему раньше не было подобных арестов? Неужели сбываются мечты либералов о России без коррупции? Или наоборот, режим проводит целенаправленную кампанию чисток против чиновников, которые попали в немилость Кремля? Первые аресты в Минобороны РФ начались 23 апреля. На рабочем месте был задержан заместитель министра обороны Тимур Иванов. Хотя еще утром того дня генерал принимал участие в коллегии Минобороны под руководством своего на то время босса Сергея Шойгу. И срочное сообщение от Следственного комитета по подозрению в получении взятки задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Иванова обвинили в получении взятки в особо крупном размере – более 1 миллиарда рублей. Замминистра – не кадровый военный. В ведомстве он курировал строительство всех крупных объектов. В том числе отвечал за восстановление оккупированного и уничтоженного россиянами Мариуполя. Они же и не офицеры никакие. Ну Иванов, он что, офицер? Он никогда и в армии-то не служил. Иванова называют любителем шикарных вилл и яхт. Еще в 2019 году он вошел в рейтинг «Форбс» среди богатейших силовиков России. Эксперты считали, что показательный арест Иванова в первую очередь был направлен лично против Сергея Шойгу на ослабление его позиции. Это и о коррупции, это и о чистках, это ослабление Шойгу таки. Почему? Все люди именно из команды Шойгу, которые работали на него, были инструментами его влияния в Министерстве обороны. Все эти люди сейчас либо арестованы, как Тимур Иванов, либо под следствием. А это еще, я так понимаю, были кошельки Шойгу. Поэтому, несомненно, это ослабление. Шойгу, да, получил новую должность, формально высокую, но он в ведомстве, которое он не контролирует. Люди, которые работают в Совете Безопасности России, это люди Патрушева. Патрушев тоже, кстати, пересажен в другое место, причем символически менее статусное, гораздо менее статусное. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что это именно ослабление и Патрушева, и Шойгу, которые чересчур усилились после устранения Пригожина. 12 мая лишился военной должности и сам Сергей Шойгу. Его место в Минобороны занял экономист и бывший вице-премьер Андрей Белоусов. Шойгу эту должность занимал в течение 12 лет. Его считают близким другом Путина. Именно с ним диктатор любил рыбачить в тайге. То, что уволенных, высокопоставленных чиновников потом назначают на менее значимой должности, это старое аппаратное правило, которое гласит, что врагов нужно держать себе еще ближе, чем друзей. Даже обиженный уволенный чиновник, он владеет некими секретами, компроматами, и обидевшись на свое увольнение, чтобы он не реализовал эту компонтирующую информацию. Важно держать его при должности, что дает определенный статус. И в то же время под присмотром, чтобы человек не уехал куда-то далеко, в том числе на конкурирующий Запад. Правда, пока что Путин не рискнул арестовывать своего давнего друга Шойгуа, отправил его в теплое местечко, назначил руководителем Совета нацбезопасности. Новую должность называют хорошим местом, которое станет гарантией безопасности для бывшего министра обороны. Но вот этих гарантий не имеют и другие бывшие подчиненные Сергея Кужугетовича. Вот все то, что происходит сейчас в Минобороне, и не только в Минобороне, потому что один из замов Герасимова, начальника Генштаба, тоже задержан, ну прямо, знаете, выглядит как привет с того света от Пригожина. Я думаю, что радуется там Пригожин. Хотя в итоге выигрывает Путин от этого, потому что устранены оба источника опасности. И Пригожин, и чересчур усилившиеся Шойгу и Патрушев их не устраняют полностью. Хотя многие российские наблюдатели утверждают, что наверняка у Путина это не просто компромат, а показания свидетельские на Шойгу. И Путин будет решать, что с этим делать. Либо посадить Шойгу через некоторое время, либо оставить его на свободе, он будет полностью зависим от Путина и полностью ему лояльен, потому что будет понимать, что он висит даже не на крючке, а на волоске. И полностью зависит от Путина его жизнь, в буквальном смысле слова, свобода. Уже на следующий день после увольнения Шойгу по той же статье, что и его зама Иванова, задержали еще одного чиновника военного ведомства, начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Его тоже обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Есть несколько версий объяснения серии арестов генерала. Наверное, самое очевидное – это то, что Шойгу слишком долго руководил министерством. Он выстроил систему под себя. Эта система была коррумпирована, по мнению даже внутренних обозревателей, поэтому для ее разрушения недостаточно уволить самого Сергея Шойгу. А другая причина – это, возможно, конспирологическая, то, что мог зреть заговор генералов. Но это навряд ли касается штабных генералов, которые занимались в основном финансами или закупками. А эта причина, возможно, более применима к полевым генералам, в первую очередь, к Пуку. В этой ситуации интересна реакция военкоров и зет-блогеров. Одни аресты Иванова и Кузнецова связывались с чистками ведомств. В том числе после назначения нового руководства. Другие писали, что новости об аресте Иванова и Кузнецова на передовой встретили с огромным энтузиазмом. Сама массовость вот этих арестов, уголовных дел в оборонном ведомстве и не только, действительно дала основания для предположений о чистках. Кто-то даже говорит о генеральском заговоре, что якобы чуть ли не заговор генералов был. Слушайте, там в основном люди, которые с деньгами работали. Они командовали войсками. Но арестован, правда, задержан один из боевых генералов, который, кстати, был скорее сторонником Пригожина и критиковал Шейгу. Его, видимо, скажем так, для баланса тоже задержали, обвиняют в мошенничестве. Ну и вообще, как бы в России сейчас тоже проводят такую показную кампанию по борьбе с коррупцией. Они вынуждены на это реагировать, ну потому что масштабы коррупции в России были и остаются довольно высокими. А в условиях войны это, конечно, вызывает раздражение и недовольство. И не только у Путина. Не прошло и недели после отставки Шойгу, как 21 мая стало известно об аресте еще одного военного, но на этот раз кадрового, бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. В отличие от двух предыдущих фигурантов, Попова обвинили не во взятке, а в мошенничестве в особо крупном размере. Генерал был отстранен от командования еще в июле 2023 года, после того, как он подверг критике действия генштаба РФ. Он жаловался, что у него возникла сложная ситуация с начальством. Честно вам говорю, вознилась ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смолонодушничать, искать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Но уголовное дело против Ивана Попова открыли теперь не из-за недовольства генштабом, а в связи с хищением и продажей металлоконструкций, поставленных для строительства укреплений на фронте. В следкоме заявили, что Попов причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката на более чем 130 миллионов рублей. Мол, металл был закуплен назначенной Кремлем администрации Запорожской области для строительства оборонительных сооружений. При этом обвинение просило отпустить Попова под домашний арест, но военный суд оставил его в СИЗО. До своей отставки генерал руководил обороной российских войск на Запорожском направлении во время контрнаступления ВСУ летом 2023 года. Вины по делу о мошенничестве генерал не признал. Отец Попова заявил телеграм-каналу БАЗа, что его сына, скорее всего, подставили. Они его съедают, не знают, как съесть его. Кто-то сказал, когда он воевал на Украине. Путин только может решать, кому быть на свободе, а кому нет. Но в данном случае, я думаю, баланс Путин поддерживает. Он наказывает и людей Шойгу, и в то же время одного из тех, кто критиковал Шойгу. Вот чтобы не повадно было. Во всяком случае, логика только такая представляется. Потому что, если бы это был еще какой-то генерал менее известный, которого обвинили в мошенничестве, тогда да, тогда можно было бы говорить о каких-то более широких чистках, в том числе и в полевом составе. В прошлом году британская разведка сообщала, что демарш генерала Попова показал, как офицеры недовольны министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым. Высказывания боевого генерала во многом перекликаются с жалобами главаря наемников ЧВК Вагнера Евгения Пригожина перед его мятежом. Попов не участвовал в мятеже Пригожина. Скорее, вот информационно, да, позволил себе нарушить правила, выступить с резкой критикой. Я думаю, что дело по нему, оно лишний раз показывает, что право на критику, на какие-то действия в адрес высокопоставленных лиц имеет только Путин. Остальные должны сидеть тихо и выполнять свою работу. Ну и действовать в рамках дозвольного. Если ты вышел за рамки дозвольного, ты будешь наказан в той или иной форме. Либо вот как Пригожин отправит на тот свет, либо просто посадит. 23 мая также стало известно о задержании еще одного чиновника Минобороны, начальника главного управления связи Вадима Шамарина. По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года он получил взятку в размере 36 миллионов рублей от гендиректора Пермского телефонного завода Телта за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России. В тот же день появились сообщения, что по подозрению в получении взятки задержан и начальник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Владимир Вертелецкий. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Мол, в 2022 году он принял невыполненные работы по госконтракту, в результате чего государству был причинен ущерб на сумму более 70 миллионов рублей. Но очистки наверняка отражают еще одну важную тенденцию. Я думаю, что паранойя Путина усиливается. Она у него была и раньше. Путин никому не доверяет, поэтому периодически переставляет, меняет людей. А если кто-то чересчур усиливается, его отставляют в сторону, либо переводят на менее значимую должность. Либо должность, на которую он не имеет такого ресурсов влияния, вот как Шойгу. Но что его выдернули из насиженного места, лишили ближайших людей, ближайшего окружения. Он работает с чужим аппаратом. И, как показывает опыт того же Совета безопасности, этот орган стал влиятельным при Патрушеве. И через влияние Патрушева на спецслужбы российские. Такого влияния у Шойгу нет. И сейчас очень много предположений о возможности чисток, даже, например, в администрации президента России, в некоторых правительственных учреждениях и так далее. То есть, если вот эта паранойя Путина, она действительно работает и будет усиливаться, тогда продолжение чисток неизбежно, в том числе и в других ведомствах, не только в Министерстве обороны. Эксперты считают, что чистки в Минобороны проводятся по личному распоряжению Путина. Сначала диктатор стремился ослабить Шойгу, чьи позиции укрепились после устранения главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. И дело здесь далеко не в коррупции. О ней было известно давно, и все на это закрывали глаза, а точнее, это всех устраивало. И если туда проникла коррупция, то вот каленым железом выжигать. Если туда проникла коррупция. Потому что мы на армию выделяем огромные деньги, идет война. Сегодня для Кремля важно уменьшить политическую роль армии, которая в условиях войны, очевидно, усиливается. Кроме того, приближается годовщина так называемого бунта Пригожина. Понятно, об этом событии никто не будет даже вспоминать на официальном уровне. Но это не значит, что кто-то забыл о нем, особенно военные, которые воюют в Украине. У них есть много претензий как к Минобороны, так и к Кремлю в целом. Вероятно, если боевые генералы пользуются авторитетом, то их увольнение или тем более аресты, расследования могут вызывать определенное неприятие. Но те, кто принимают об этом политические решения, они, наверное, взвешивают, с одной стороны, риски взращивания авторитетных полевых генералов. И мятеж Пригожина стал важным уроком для Кремля. И, с другой стороны, не взвешивают риски возможных последствий, если кто-то будет обижаться на то, что буквально с поля боя одного из эффективных генералов забрали. И принимают политические решения, наверное, для того, чтобы упредить появление новых полевых командиров, популярных лидеров. Обвинение генерала в коррупции является лишь прикрытием. Об этом свидетельствует тот факт, что новый министр обороны Андрей Белоусов не такой уж белый и пушистый, как пытается подать Кремль. Он не менее любитель шикарной жизни, чем Тимур Иванов. Очевидно, поэтому не комментирует задержание высокопоставленных российских военных. А про уголовные дела новой в Минобороне можете прокомментировать? Как выяснил центр досье, Белоуса владел виллой в итальянской коммуне Форта де Имарми, на берегу Теренского моря. Особняк оценивался в 600 тысяч евро. В 2018 году по неизвестным причинам чиновник, на тот момент занимавший пост помощника Путина по экономике, решил продать эту недвижимость. За год до продажи виллы Белоусов положил на счет в Мальтийском банке именно такую сумму, а банк прислал чиновнику письмо с просьбой подтвердить происхождение средств. Согласно декларациям Белоусова, за 2012-2017 годы он заработал суммарно чуть более 40 миллионов рублей. Таким образом, чтобы накопить 600 тысяч евро, он должен был 5 лет откладывать большую часть своей зарплаты. Проблема российской коррупции, в том числе в армии, она описана еще классиками и с Алтыковым-Щедринным. Поэтому навряд ли кто-либо свят в ситуации, когда проходят столь большие деньги на государственные заказы. Но все же в Белоусеве есть много довольно интересных аналитических записок, в том числе о том, что он и близок к методологам, и близок к Сергею Кириенко, и в том, что он интеллектуал, и получил прекрасное образование, математическое, физическое. Поэтому будем смотреть в любом случае министр обороны Российской Федерации. Это один из главных врагов Украины. Он руководит армией противника, поэтому его наши специализированные службы, конечно, изучают и пытаются просчитать. Кроме того, нынешний министр обороны активно участвовал в работе ЧВК Вагнер, он курировал наемников от государства и неоднократно встречался с ее основателем Евгением Пригожиным. По данным источников издания «Досье», Белоусов с Пригожиным иногда сидели прямо в объятиях, а их рабочие встречи напоминали семейные посиделки. В Институте изучения войны полагают, что серия арестов и увольнений среди российских генералов и чиновников Минобороны под предлогом обвинений в коррупции, вероятно, будет продолжаться. Это как раз и является целенаправленной кампанией чисток людей, которые попали в немилость Кремля. Аналитики считают, что эти аресты распространяются и на других высших офицеров, ответственных за командование боевыми операциями в Украине. Ни один российский обороны или военный чиновник не застрахован от последствий потери благосклонности диктатора. Кремль, с одной стороны, напоминает генералам, кто главный в системе, с другой боится генералов. Это в несколько другой форме, но та же метода, которую использовал в свое время Сталин. Сталин дважды проводил чистки генералитета. Один раз это была просто физическая чистка, устранение, в том числе почти всех маршалов Советского Союза в середине 30-х годов. А потом, после уже войны, генералов, победителей кого-то посадили, но не так массово это было. А кого-то просто убрали с глаз долой, в том числе и маршала Жукова, и некоторых других. Таким образом, Сталин показал, что он один может быть победителем. Все остальные должны знать свое место и не высовываться. И те затаили обиду, но вынуждены были считаться с этим. Вот, несколько в другой форме, что-то подобное сейчас делает и Путин. Он тоже ставит генералов на свое место, и тех, кто ворует, и тех, кто позволил себе высказываться публично, нарушив неформальные правила. Поэтому это такая, я бы сказал, профилактическая, пока еще профилактическая зачистка. Задержание боевого генерала Попова неоднозначно воспринято в армейских кругах. Даже Z-блогеры и военкоры публично заявили о том, что не поддерживают это уголовное дело. Не исключено, что Кремль боится генералитета и поэтому рубит головы наиболее уважаемым офицерам. Эксперты считают, что режим не умеет отыгрывать назад. Поэтому Попова, вероятнее всего, осудят. В России в последние годы существовало две большие милитаризованные системы. Одна – это силовики спецслужбы во главе с Николаем Платоновичем Патрушевым, вторая – это военные. Естественно, военные во время полномасштабной войны усилились, получили больше денег. И таким образом сам Владимир Путин, возможно, стал опасаться усиления двух этих вертикалей. Его чистки, приуроченные к новой инаугурации, это в том числе ослабление вот этих башен Кремля. То есть теперь Николай Патрушев не будет курировать спецслужбы. Кто же их будет курировать? Очевидно, сам Путин. То есть он сам лично будет принимать стратегические решения по основным крупным операциям. То же касается Министерства обороны. То есть оно не будет теперь кастой внутри страны. Всё-таки новый министр Белоусов многое изменит. Но это не будет отдельная башня, отдельная группа с своими интересами. Это будут отдельные индивидуумы, которые назначает и отбирает лично Владимир Путин, и которые субординированы только лично ему. Не исключено, что в память о дружбе с Пригожиным Кремль может дать команду ФАС на арест бывшего командующего российской группировки войск в Украине Сергея Суровикина. Его уже задерживали по этому вопросу. Теперь могут возникнуть и коррупционные вопросы. А сколько на самом деле потратили на строительство так называемой оборонительной линии Суровикина? В то же время Кремль может вернуть его из опалы. Как это случилось с генералом Александром Лапиным, возглавившим Ленинградский военный округ. При всём самодурстве. В Кремле понимают, что разбрасываться боевыми генералами не стоит. Некоторые наблюдатели, кстати, отмечают, что особенно арест Попова, он говорит о том, что это такой сигнал в том числе генералам, которые в реальной армии находятся. Не паркетным генералам, а боевым. Что, мол, знайте своё место. Если у вас какие-то амбиции появились, или вы думаете, что вы сейчас пуп земли, и вы будете решать всё, особенно после окончания войны, вы ошибаетесь. Над вами есть царь и бог, который вас может в любой момент наказать. Эксперты убеждены, что путинские чекисты имеют компромат на каждого генерала и чиновника высокого ранга. Кремль играется. Ведь понимают, что военные сейчас популярны среди россиян. И они могут сыграть важнейшую роль как в сохранении, так и смене режима в России.